Здравствуйте, студия Аскар Басыров и это мировые новости. Прогресс семимильными шагами идет по России. Сначала Сбербанк отменил правило, вот где карту получали, туда и идите, а теперь Минстрой заявляет, что откажется от планового отключения горячей воды в жилых домах. Правда, только в случае успеха эксперимента в двух российских городах. К 2022 году планируется отключать горячее водоснабжение только на неделю. Если это получится, мы, конечно, сформируем нормативные требования поэтапно перейти к этой технологии. И надо понять, сколько это будет стоить. Эта проблема заботит каждого нормального потребителя. Это наш быт, и мы хотим сделать этот быт лучше, заявил главный жилинспектор страны Андрей Чибис. Поверим ему на слово. Что же нас ждет дальше? Может, бордюры перестал украсить? Или электронные очереди в поликлиниках введут? А может, раздельный сбор мусора? Никогда не знаешь, что в России случится завтра. Программа продовольственной помощи малообеспеченным гражданам может охватить до 19 миллионов человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова. Чиновник также заявил, что меры поддержки позволят обеспечить нуждающихся граждан сбалансированным питанием, а также увеличить спрос на российские продукты. Месяц назад стоимость программы оценивалась в 300 миллиардов рублей. Однако запустить ее раньше 2018 года не получится из-за нехватки бюджетных средств. Напомним, что карточная система появилась в России в 1916 году и продержалась до 1991 года, до самого распада Советского Союза. И вправду говорят, все новое это хорошо забытое старое. Это были мировые новости.